Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы на телеканале Хабар 24. Меня зовут Артём Петров. Вы смотрите программу Олимп. И сегодня, как вы уже догадались, речь пойдёт о бодибилдинге. Не переключайтесь. Ближайшие 10 минут будет очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Одним из таких модных и доступных видов спорта для девушек стала фитнес-бикини. Так что это за спорт и как к нему готовиться, и возможно ли совмещать работу и строительство собственного тела. Итак, для начала немного истории. Фитнес-бикини была официально признана новой спортивной дисциплиной, исполнительным советом и конгрессом Международной Федерации Бодибилдинга только в 2010 году. Полагаю, правильно назвать это конкурсом, так как основными критериями оценки участниц является всё-таки женственность и пропорции, а не спортивная форма и проработанные мышцы. Так, на многих региональных соревнованиях эту номинацию позиционируют как конкурс фитнес-бикини. Категория предназначена для женщин с хорошим телосложением, красивыми линиями тела, которые занимаются спортом и соблюдают диету. Во внимание также принимаются детали внешнего вида. Привлекательность лица, макияж, прическа, тонус кожи, а также общая презентабельность. Конкурсантки не должны иметь явного мышечного рельефа, большие объёмы и мужские черты лица. Девушки должны выглядеть женственно и изящно, иметь низкий процент жировой ткани, привлекательную внешность и красивую фигуру. Очень важно уметь позировать, правильно показать и преподнести свою форму зрителям и судьям. Есть какая-то генетическая предрасположенность. Есть девочки, которые более тонкие, есть девочки, которые более мышечные. И да, если ты приходишь к тренеру, к профессионалу и говоришь, я хочу на сцену, но я не знаю, куда мне пойти. Если тренер грамотный, конечно, он по твоим физическим критериям данным, он оценит, в какую категорию тебе лучше пойти, чтобы быть более выигрышным, быть более удачным. И тут уже как бы дело за тобой. Я сегодня здесь для того, чтобы посмотреть, на что я способна, на что способно моё тело. Интересно, что из этого получится. Конечно, цели серьёзные. Хочется попасть на чемпионат мира и получить там золотую медаль. Азиатская Федерация нам на этом турнире предоставляет аж пять профессиональных карт. То есть по результатам этого чемпионата пять спортсменов из категории любителей, им получат право перейти в профессионалы в случае, если они захотят активировать свои эти про-карты. Это, ну, очень серьёзно. А сейчас здесь, конечно, собрались у нас это любительские соревнования, где собираются. Новички, да, тоже присутствуют новички. Есть и более титулованные спортсмены, есть спортсмены неоднократные, чемпионы республики Казахстан, абсолютные чемпионы Казахстана. Ну, здесь сплетение, скажем, там, поколений происходит. Многим может показаться, что это обычный конкурс красоты. Однако это не совсем так. За выдающимися внешними данными стоит огромная работа. Чтобы обрести соревновательную форму, девушки большую часть жизни проводят в спортзале. Хорошо, если работа связана со спортом. Инструкторы, фитнес-тренеры одновременно прокачивают себя и других атлетов. Однако некоторые умудряются работать по 8 часов в офисе, а потом до полуночи тягать гантели и штанги. Очень сложно совмещать работу, не связывающуюся со спортом. То ли ты тренер, ты постоянно в зале, ты потренировал кого-то и потренировал себя. То ли ты утром встаешь, едешь на работу, белая рубашка, каблучки, а вечером идешь в зал со своими контейнерами, со своей едой, со своей куриной грудкой, огурцами, в общем. Но сам процесс, он доставляет безумное удовольствие. Этот стресс, он нас заряжает. Когда мы приезжали раньше неизвестной страной, когда они не могли слово «Казахстан» произвести правильно, сейчас нас уже знают, встречают, ну, кое-где, можно сказать, в каких-то категориях нас уже побаиваются, потому что мы стали серьезными конкурентами. Ну, плюс у нас уже есть такие достижения, как про-атлеты, которые перешли в «Эбби-элит-про», которые участвуют там. В этом году у нас несколько спортсменов будут активировать про-карты. Уже есть активированные, есть выступающие спортсмены. Ну, у нас вот про-атлет Серещев Сергей, он стал вторым на чемпионате мира среди профессионалов, уступив там буквально несколько баллов. Дебют просто сумасшедший. Он также выиграл престижный в прошлом году Арнольд Классик. Шварценеггер наградил его лично. Если говорить о соревновательном моменте, здесь тоже не все так просто. Правила четко регламентированы. Даже купальнику и внешнему виду спортсменок есть свои требования. Бикини, например, должно быть непрозрачным и состоять из двух частей. Цвет, ткань, текстура, орнамент и стиль бикини, а также цвет и форма высоких каблуков остаются на усмотрение участницы. Толщина подошвы туфель не больше одного сантиметра, а высота шпилек может быть максимум 12 сантиметров. Туфли на платформе не допускаются. Стринги тоже строго запрещены. Малейшее нарушение тут же следует дисквалификация. Я думаю, люди, находящиеся здесь, все безумно любят сцену, потому что иначе по-другому нельзя. Это очень сложный спорт, на самом деле. Сам процесс подготовки, он длительный, он психологически очень сложный, потому что мы сидим на таком жестком питании. Для девушек, для женщин это вдвойне сложнее, потому что это отражается на нашем женском здоровье. Но, конечно, нас никто не заставляет, мы делаем это сами. Мы любим это. Люди, которые приходят в спорт, они берут ближайшую федерацию и заблуждаются. То есть, когда выписываются, допустим, левые мастера спорта, я извиняюсь за такой сленг, но это фальсификация. Когда выписывают какие-то... Мастера спорта может присваивать государство. Это через ЦОМ присваивается. И, конечно, донести до каждого спортсмена, когда берут им, выписывают на коленках какую-то корочку, говорят, ты мастер спорта, это же просто ни в какие ворота не лезет. И, получается, людей обманывают просто на самом деле. Ну, плюс еще, естественно, нужно сказать о том, что такое аккредитованная федерация. Это та, которая одобрена государством и которая придерживается всех нормативов спорта. Сейчас все больше молодых людей кардинально меняют свой образ жизни и вместо ночных клубов и ресторанов проводят свои вечера в тренажерных залах с гантелями и штангой. Благо, бюджетных качалок и элитных фитнес-центров сейчас более чем достаточно. Главное помнить, что тренироваться нужно правильно, желательно под руководством квалифицированного наставника. Ну и, конечно, соблюдать режим дня и диету. Только при продуманном подходе к тренировкам вы будете не только быстро прогрессировать, но и обезопасите себя от травм и других неприятностей. Случайно попала в Вилет, наверное, в 31 раз. Я пришла в спорт, ну, чтобы как бы быть моложе, стараться к этому стремиться. Я сейчас уже 37, занимаюсь вот спортом и работаю тренером. 37, я правильно понял? 37, да. Ребенок у меня закончил уже школу, поэтому как бы могу себе время уделить и заниматься собой. Я просто пришла в тренажерный зал, чтобы потянуть свое тело, как и все девушки. И, насмотревшись на своего тренера, как она выступает, уже загорелась, захотела поучаствовать, попробовать. Вот я уже какой сезон в этом виде спорта. Бодибилдинг – очень молодой спорт относительно всех других видов спорта. Что касается конкретно Республики Казахстан, то здесь бодибилдинг, да, в какой-то определенный момент он набрал пиковое, потом шла смена поколений. Возрастной цен спортсменов, которые лидировали, подошел к закату, они уходили с подиума, и пришли молодые спортсмены, которые еще не были готовы конкурировать на международной арене. Ну, сейчас, ну, благодаря, конечно, и поддержке Министерства спорта Республики Казахстан, то есть нас поддерживают, финансируют выезды наших спортсменов, сборников. Девушки часто боятся больших мышц. Номинация фитнес-бикини дает возможность быть спортивной моделью, красивой и пропорциональной. Впрочем, некоторые до сих пор считают, что и это направление фитнес-бикини – тоже перебор. Мол, добиться такой фигуры можно только с помощью специальных препаратов и даже хирургического вмешательства. Но это не так. Конечно, в большинстве своем чемпионки фитнес-бикини – это генетически одаренные девушки. Однако добиться заметных результатов могут все желающие, причем практически в любом возрасте. Главное, чтобы желание не трансформировалось в зависимость. Все должно быть в меру. С красотой тоже можно перестараться. Редактор субтитров А.Семкин